Всем привет! Это очередной выпуск неправильного обзора на какую-то шнягу. Сделать он по принципу на ютубе стало нечего смотреть, и я решил запилить свое видео, в котором я расскажу про свои новые True Wellness наушники с Touchscreen Smart Case. Вот такая штука, в которую вставляется вот такая штука. А если вот эту штуку достать из вот этой штукой, то вот этой штукой можно управлять с помощью пальца, который вы будете тыкать в этот экран. Таааа! Наушники с экраном! Эээ, нахрена? Купил вчера, сегодня с ними походил, понял плюсы и минусы, о которых вам сейчас, собственно, и расскажу. Но прежде чем мы перейдем к содержимому этой упаковки, давайте насладимся лицевым принтом. Здесь у нас изображены сами эти True Wellness наушники и вот этот вот кейс с экраном. Touchscreen Smart Case. Название фирмы написано вот здесь совсем мелко, называется Zero Static. Это лицевая сторона, а это сторона оборотная. И снова нам рассказывают о наушниках, что есть какая-то Noise Isolation. Молодцы! Что здесь есть Tab Touch Control, то есть по ним можно стучать и что-то переключать. Также здесь установлен 10-миллиметровый динамический драйвер, излучатель 10 миллиметров. Встроен микрофон. Есть какой-то seamless pairing, то есть оно что-то там соединяется без чего-то. Less это типа пока. Sea это море. А что такое? Am hero's net. Auto Reconnet. Отсоединение автоматическое. И 6 часов постоянной работы. Прямо как я не знаю. 6 часов continually play. То есть постоянно работает 6 часов. Видимо имеется в виду вот это вот. Что касается Touch Screen Smart Case. Нам говорится, что здесь есть цветной экран. Есть возможность поставить на паузу, переключить трек. Есть возможность добавить громкость. Есть возможность выбора режима эквалайзера. Есть возможность отвечать на звонки. Есть возможность выбора... Есть возможность 24 часа Total Play Time. То есть оно 24 часа будет работать Total Play Time. Полностью. Также небольшая вставочка о том, что нас ждет в упаковочке. Наушники, кейс, кабелечек, мануальчик. Кто это выпускает? Выпускает это... Давайте почитаем. Что это за контора? SimpliTech Electronics Incorporated. Зарегистрировано в Нью-Йорке. Дизайн Нью-Йорк. Сделано в Китае. Вообще-то оно называется вот так вот. Вот так оно называется. Чтоб вы знали. Итак, открываем. Смотрим. Здесь нас снова ждет что-то про SimpliS Control. Видимо, это действительно что-то важно. Хотя я не знаю, как это переводится. Premium Noise Isolation. Окей, я вас понял. Вот здесь нарисованы экраны с режимами этого экрана. Прям тыкай пальцем и можно... Play, Pause, перекрутка. Отвечать на звонки. Повышать громкость. Искать наушник. Выбор таймера. И выбор режима эквалайзера. Комплект поставки. Вот такая вот прозрачная фигня. Вот такая вот... Фу, какая. Фу, какое говнище этот пластик. Вот так и называется. Фу, какое говнище этот пластик. Вот такой вот... Вот такой вот мини-пиздрюческий кабелечек. Вообще ни о чем. Куда его подключать. Тем более, зарядки как и такого нету. Есть вот такой вот мануал. Мануал на двух языках. На английском и на немецком. В мануале более детально даются технические характеристики. В частности, по времени зарядки у нас заряжаются сами наушники 1-2 часа. Кейт заряжается 2 часа. В наушниках есть 25 мАч батарея. В кейсе 240 мАч батарея. Все это должно работать 6 часов, как там у нас было и написано. И заряжается все через Type-C коннектор, дырку. Версия Bluetooth 5.4, это современно. Расстояние, на котором они работают от источника звука 10 метров. Да. Драйвер 10 миллиметров. Это нам уже где-то рассказывалось. Сопротивление 32 Ом. Это для мобильного устройства нормально. Сет, как оно называется, восприимчивость. Как же это переводится? Сенситивити. Чувствительность. Вот. Чувствительность у нас 118 дБ. И плюс-минус 3 дБ. Да даже если здесь 115 дБ, это дофигища. Это очень громкие наушники. Ну и Frequency, это, видимо, частота, на которой работает Bluetooth. 2.4, 2.8. Итак, вот такой вот комплект подставки. Сейчас мы это все обратно сложим. Выковыриваем сами наушники и будем их подсоединять к мобиле и слушать, чтобы вы понимали, что и как работает. Упаковочка больше не нужна. Упаковочка больше не нужна. Отложили в сторону. Упаковочка, это очень все легко уронить. Здесь уже можно выбирать режим эквалайзера. Яркость, переключения, вот это, найти наушники. А что нам надо? Нам нужна музыка. Вот. Режим музыки. И вот у нас есть. Вот у нас есть телефончик. Сейчас мы его разглокируем. Запустим VLC Player. И вот у нас есть какая-то мелодия. Давайте ее запустим. Упс. Что? Bluetooth не работает. Кстати, вот здесь видно, что Bluetooth почему-то не работает. А, должен быть. Ну ладно, нажимаем Bluetooth. Выбираем режим. Выбираем режим. Выбираем режим настроек. Настройки. Кстати, вот здесь что-то было про Bluetooth подключение. Ладно, Bluetooth. И вот оно. Вот это вот. Для использования этого устройства необходимо приложение. То есть у этого устройства еще и приложение. Почему об этом не сказано ничего в мануале? В мануале об этом действительно ничего нет. Итак. Разблокируем. Двойной тап. Подвинули. Вот так вот. И теперь запускаем мелодию. Мелодия играет. Давайте ее остановим. Мелодия остановилась. Давайте ее перекрутим. Назад, например. Так. Мелодия. Назад. А вперед. Так. Не происходит ничего. Запустить можно, а остановить. Остановить можно, а проиграть мелодии нельзя. Я выяснил, что это проблема в плеере. Вот если здесь вот выбрать режим. Или там обновить как-то. Или там что-то. Сортировка. Я не помню. Тут какой-то был режим играть все. И добавить в плейлист. Вот смотрите. А. Вот оно. Добавить эту папку в плейлист. Хрен с ним. Добавить эту папку. Вот оно. Добавили. Да. Так. Во. Хрен его знает. В общем. Эть. Эть. Переключись. 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 Сука. Только же шо работало. Вот только шо в предыдущем дубле. Я специально этот дубль прекратил. Потому что я 15 минут просто пытался запустить вот эту долбанную функцию. Чтоб оно запускало вот эти мелодии. И переключало их. А не просто останавливало. Я как-то этого добился. Так. Если так вот. О. Воспрости все. Наконец-то. Блядь. Не знаю. Воспрости все. Окей. Теперь оно должно. Теперь оно должно переключать их. О. Наконец-то. То есть если вы выберете в режим воспроизвести все. Только тогда эта штука начнет его переключать. Ладно. Хер с ним. Запомнили. Фух. Еще раз. Мы здесь в плеере выбрали режим. Вы это. Воспроизвести все. И теперь мы можем переключать мелодии. Вперед. Вперед. Вот видите. Поменялась мелодия. Вперед. 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 Вот. Мелодия поменялась. И можно поставить на паузу. Вот так вот. Кстати оно отображает точно так же как оно отображает у меня в телефоне. Итак. С функцией. С функцией переключения мелодии. И установки мелодии на паузу мы разобрались. Переходим к следующей закладке. Здесь можно сделать громче, тише. Тут понятно. Вот мы делаем громче. Видите изменяется. Вот мы делаем тише. Здесь есть 16 уровней громкости. И что я могу сказать. На 16 уровне громкости эти наушники реально громкие. Вы думаете что я кричу. А почему? Потому что я сегодня в них ходил. И я себе слух реально ими попортил. Потому что ну. Если их слушать громко. Они реально громкие. До нельзя. Вот давайте опустим. Видите громкость регулируется. Так. Идем дальше. Здесь у нас выбор режима эквалайзер. Я ходил и слушал на джазе. Потому что джаз оказался по моему вкусу прослушивания. Самый удачный режим. Здесь у нас какой-то таймер. Не знаю нафига он нужен. Очень хочется чтобы многие вот эти вот заставки. Они просто исчезли. Например яркость экрана. Меня устраивает такая яркость экрана. Мне она не нужно менять. Зачем это каждый раз вылазит? Или например переключение языка. Я язык устанавливаю один раз. Мне его не нужно каждый раз менять. Зачем? Нет. Вот это вот. Вот это вот. Вот эта вот закладка переключения экрана. Или выбора обоев. Она мне здесь постоянно. Давайте выберем какие-то другие обои. Баба задолбала. Это найти наушники. Если вы вдруг потеряли. Это выставление времени. Опять-таки один раз настроил время. Нафига тебе ее настраивать дальше. Здесь есть возможность добавить мелодию в ваш список любимых. И вот очень нужная мне функция. Вот такая вот нужная мне функция управления камерой. Что это значит? Мы открываем камеру. Вот. На телефоне. Открываем камеру. Да, да. Вот у нас камера. И давайте сделаем фоточку. Смотрите. Оп. И это не фото. Это видео пошло. Ну ладно. Сделаем видео. Так. Остановили. А давайте перейдем в режим фотографии. Да, да, да. И делаем фоточку. Оп. Да. Оп. Еще одна фоточка. Та-дам. И смотрим. Пожалуйста. Он делает фоточку. Он делает фоточку. И он делает видосик. То есть он делает видосик. Прям вот ты здесь. На этом радостном кейсе. Можешь выбрать старт камеры. И он вам камеру стартанет. И в зависимости от режима камеры. Он запустит либо запись видео. Либо то, что вы делаете снимочки. И это прям круто. Это прям классно. Это прям вам поможет. Поможет в каких-нибудь ситуациях. Итак. Возвращаемся к кейсу. Что у нас здесь дальше? Выбор процветки. Опять пошли мелодии. Опять что? Мне не понравилась вот эта обоина. Сейчас мы выставим обоину лучше. Какую-нибудь поинтереснее обоину выставим. Баба была. Что это за обоина? Не знаю. На кейсе есть вот такая кнопка. Видите? Вот она здесь спрятана. Если ее наключить, оно погаснет. Нажал еще. Оно типа включилось. Хомячок. Хомячок неинтересен. Пошел он. Пошел этот хомячок. Ах, тут просто 4 обоины. Ну да. Выбор обоины так и большой. Ну что это такое? Собачка. Ну хрен с ним. Будет собачка. Бабу поставим. Можно здесь кроме что-то? Что-то? О! Планета Земля. Все. Отлично. Будет планета Земля. Вот. Вот такая обоина с какой-то планетой. Ну и здесь видно, что здесь есть время, которое указано прямо на этих, на кейсе. И вот так типа, чтобы разблокировать. Вот такой вот нехитрый функционал вот этих наушников под названием ZeroStatic. Закладываем их обратно. И давайте поговорим об их, об их недостатках. Раз уж я с ними походил. Первый самый явный недостаток, как я уже сказал, это то, что здесь нет вот такого вот никакой резиновой шняги. То есть оно тебе в ухо просто садится. Вот лежит на ухе. И оно там почти ничем не держится. Потому что оно все очень скользкое такое. Весит вот этот вот Apple-овский пластик прям как есть. Здесь оно вот такое вот из себя все. Очень скользкое, очень такое, ну, в ухе сидит абсолютно неплотно. Мне это не нравится. Это, так сказать, самый большой минус, который я здесь отметил. Ну, кроме звучания. Звучание у этих наушников тоже абсолютно никакое, никакующее. Прям минус 100 баллов. Прям не знаю, с чем это сравнить. Слушать хорошо в них только аудиокниги. Вот какую-нибудь аудиокнигу в них послушать можно. А вот все остальное это прям боль, боль, еще раз боль. И еще раз боль. Какой бы режим вы не выбрали, для меня самый оптимальный казался Jazz, но почему-то эквалайзер потом отключается, и ты снова должен выбирать Jazz в следующий раз. Тоже такие вот есть приколюхи. Итак, недостатки поняли. Скользкий пластик, куча ненужных менюшек, звучание отстой, но все эти недостатки искупают одно важное достоинство. Посмотрите на цену этих наушников. Эти наушники стоят всего 20 евро. И за 20 евро вы получаете себе вполне интересный такой девайс. Прям прикольный. Прям что-то в этом-то есть. Собрано неплохо. Вот экранчик светится. Вот что-то блокируется, разблокируется. Есть какая-то возможность что-то выбрать. Ну, кнопка блокировки вот здесь вот снизу. То есть это достаточно удобно. Ты понимаешь, как всем этим пользоваться. Это прям... Это прям вот что-то в этом есть. Но то, что ты его когда засовываешь в ухо, и это затычка, и оно оттуда не держится, это, конечно, все эти плюсы перечеркивает. И пользоваться этим сложно. Но! Мне очень нужна, и мне очень понравилась вот эта функция управления камерой. И поэтому я подумал, блин, а почему бы мне не купить еще одни такие же наушники? И я пошел и купил. Это я купил сегодня. Это я купил сегодня за 30 евро. Вот, видите? Цена. 30 евро. И по идее, вот эта вот модель, которая называется Xscape, Xscape, куда-то Xscape-нуть, она должна исправить недостатки вот этой модели. Почему? Потому что здесь большой экран. Потому что здесь есть Active Noise Cancellation. Это значит, что активный шумодав. Ну, и также здесь пишут, что это вот как раз эти затычки. Ну, и мне еще понравилось название. Вот, видите, как, вот посмотрите. Как называется, как называется фирма. Вы думаете, называется POM? Нет, она не POM называется, она называется PORN. Просто здесь R и N вместе нарисовали. Вот такое название. Это чисто такой маркетинговый PRON. Назвать, назвать марку POM и чуть-чуть, так сказать, дорисовать так, чтобы R казалось отдельным от N. PORN. Ну, прикольно. Мне понравилось. Как и в предыдущем случае, нам на упаковке рассказываются самые лучшие характеристики, самые важные. В частности, здесь установлен 1,75 дюймовый Smart Touch High Quality Display. Видите, здесь дисплей высокого качества. Какая-то технология Pro Sound. Здесь все то же самое. Type-C, что-то там, магнитный закрыватель, LED-индикатор. Здесь есть какой-то ENC и ANC. Что это за непонятно? Что такое ANC? Непонятно. Зарядный кейс с наушниками до 30 часов работы. Не 2, а 4 уже лучше. А в нормальном моде аж 40 часов. То есть, это в случае этого активного шумодава 30 часов работы, а без шумодава 40 часов работы. В кейсе, посмотрите. В кейс нам положили затычки. Вот эти вот резиновые амбушюры и вот здесь вот видно, как они крепятся. Сам кейс, проводочек, опять-таки, здесь ничего, ничего. И давайте прочитаем, где это кто сделал. Сделано в Чиле, не в Чиле, в Чиле, в Чина. Сделано в Чи, в Чина, в Китае. Вот такое название. P2GSP110VT, что значит, что они беленькие. Опять-таки, что-то про Нью-Йорк. А давайте сравним адреса. Сидят ли они в одном здании в Нью-Йорке? Да. Вот смотрите. Здесь Нью-Йорк 118 и здесь Нью-Йорк 118. Да, все на одной улице. С 1407 Бродвей. И правда, здесь не написано, что за компания. Здесь корпоративный адрес. Здесь хоть написано, что это Симпли Тех Электроника. Ну, давайте. Давайте откроем эту штуку. Посмотрим. Может, там в мануальчике что-то есть. Кстати, нам говорится про мануальчик. А нам не сказать, что здесь есть мануальчик. Но он должен быть все-таки. Итак, открываем. Здесь нас встречает какой-то мужик. Pro Sound. Noise Concerning Technolog. Escape the Noise. То есть, сбежите от шума. Опять надпись PORN. Здесь надпись PORN. В прошлом меньше не писали. Такой вот. О, здесь уже не такое все пластиковое. Есть какие-то магнитики, которые можно отковырять. Это прям приятно. Мы их потом отковыряем. Вот эти вот резиновые прокладки, которые можно сменны, которые можно будет потом, если износится, использовать. Так, положили. Давайте посмотрим на длину кабеля. Будет ли этот кабель длиннее предыдущего? Что-то мне подсказывает, что он не будет. Он не будет ни длиннее, ни качественнее. Да, да, да. Вот та же, вот та же самая вот эта мини-пиздрюческая, вот эта вот длина кабеля. Ладно, хрен с ним. Лежит это все в упаковке из переработанного картона. То есть пластика, это из, это из такого картона. Да, тут прям бархатный чувствуется. Есть вот такой вот быстрый гайд. И вот здесь вот у нас еще есть, еще у нас есть какая-то бумажка, что мы должны продукт поддержать фидбэком. И где у нас здесь написано, что такое кейс, помк гиар, хрен его знает, как называется. Есть у нас указание, кто это производит. А, кстати, здесь на многих языках здесь есть. О, испаньол. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello на очень многих языках. То есть не два языка, а аж. Аж вот, Deutsch. Deutsch, французиш, испаниш. Так. А есть ли русский? Что, русского нету? Русского нету. Блин. Ладно, есть такой, это юзер-мануал, но будем так сказать его, будем его так сказать. Будем его читать? Да, не будем его читать. Хрен с ним. Так, все, подключим. Так. Сложили. А вот здесь, а вот здесь QuickStar. Как их соединять? Вот такая вот инструкция. Достать, нажать, держать, выбрать Escape. Пожалуйста, позвоните на супор, если вы что-то не понимаете. Ладно. Ну, дальше, чтобы мы понимаем все. Закрываем. Кстати, инструкцию я бы отставил, но последую. Все-таки здесь есть, наверное, какие-то функции, которые, которые, которые пока еще нет. не исследовал. А вдруг. Так. Вот как, например, сделать Hello? Я не знаю, я не нашел. Ну, в общем, откложим в сторону пока что. С упаковкой все понятно. Видите, достали магнитики, она уже не магнитится. И так. Действительно, что мы видим? Здесь экранчик таки больше, но и сам кейс, он тоже больше. Пробуждается ли он двойным тапом? Пробуждается. Проводим. Проводим. И что мы видим? Здесь уже менюшка вот такая вот. То есть, ты его вот так вот можешь, вот так вот можешь крутить. Если тебе что-то не надо, ты вот так просто прокурчиваешь. Более того, здесь есть возможность, вернись, здесь есть возможность выбора, выбора, выбора в настройках, я так понимаю. Вот оно. Нет, управление камерой. Вот он. Стиль меню. Вы можете выбрать разные стили меню. Например, по умолчанию. И по умолчанию это будет, по умолчанию это будет вот это, то, что мы имели здесь. И это прям такое. Ну, честно говоря. О, секундамер есть, голосовой помощник есть. Режим ожидания, что за режим ожидания? Касание для пробуждения, ясно. А вот обои. Сейчас выберу какие-нибудь обои. Так, вот такие, вот такие, вот такие, вот такие. Все, четыре обои. Давайте эту выберем обои. Так. Видите, здесь язык идет не отдельно в статье, а где-то в настройках. Вот это эквалайзер, так что, если его включить, давайте сразу включим этот джаз. Вот джаз. Эквалайзер. Эквалайзер. Эквалайзер, когда наушники заработают. Так, можно выбрать режим калейдоскопа. И это значит, когда ты этот, вот, так ты имеешь быстрый доступ к этим, к внутренним функциям. То есть, вот оп, оп, прокрутил и вот туда-сюда и как бы функции эти меняются. Ну, я хочу к этим внутренним функциям добраться. Вот со стрелочкой у нас уже есть, а я хочу к этим. Как к ним добраться? Как к ним добраться? Вверх, вниз, в сторону, в сторону, в сторону. Так, уже 8 часов вечера. Как добраться вот до этой функции, которая, которая там внутри? Ааааа. Не продумали, товарищи? Ну-ка. Так, это что? Это эквалайзер. А, все, вот у нас менюшка. Значит, не работает. Будем выбирать шестерню. Вот. Самое нормальное, как по мне, это режим шестерни. То есть там не надо ничего путаться. Вот так просто крутишь, и оно там находишь то, что тебе надо. В общем, сразу ты видишь три какие-то штуки. Если что-то надо прокрутить, то ты прокручиваешь. Выбор музыки. Тут то же самое. Единственный момент, что если вы хотите поработать над громкостью, вам нужно нажать вот на этот вот значок, чтобы громкость можно было увеличить или уменьшить. Здесь у нас громкость идет отдельной менюшкой. Но все-таки большой экран как бы дает какие-то преимущества. Дает какие-то преимущества, я так понимаю. То есть что-то он дает. А есть что-то про заставку. Обои, перезапуск. Режим ожидания нет. Пробудить две касания. Так. Брос настроек. Выключить. Здесь есть какой-то у нас другой типа обои. Вот такой тип обои. Уже как-то получилось. Вот как это убрать? Как убрать эту заставку? Так. Управление, камера, стиль меню. Стиль меню уже были. Пространство, шумодав, яркость, таймер, эквалайзер. Найти наушники, музыка, настройки. Настройки. Так. Здесь этого нету. Секундный мер. Управление камерой. Фонарь, фонарь. Стиль меню. Может, стиль меню? Мы уже там были. Тут такого нету. Вот не нравится. Я хочу, чтобы там был халлоу написано. Яркость, таймер, эквалайзер, антинаушники, музыка, настройки. Звук, 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 обои, язык, режим ожидания. Хрен его знает. Ладно. Ладно. Что поделать? Что поделать? Обои. Все-таки не нравится мне это голубой цвет. Мне нравится что-то такое. Более. О, вот это хорошо. Так. Настройки. Обои. О, все. Обои. Будет вот такого. Да. Вот это самое нормальное. На темном фоне хорошо видны белые надписи. Хорошо. Разобрались. Давайте подключим его к этим наушникам. Так. Сейчас мы выберем пин-код. Вот так вот. Достать наушники здесь вот так вот. Видите, они вот здесь внутри расположены. Когда он закрыт, что-то там подтыхается немножко. Я прям чувствую. Кстати, здесь есть динамик. Вот. Можно даже звуковые сигналы получать. Плюс еще встроенный микрофон. И опять-таки кнопка блокировки у нас находится вот здесь. Выключили. Включили. Здесь у нас видно, сколько заряд, какой наушники имеют. И часики. И салют. Достаем. Достаем. И нужно сказать, что здесь пластик, он не такой скользкий. Он прям матовый. Плюс здесь есть еще вот такая вот резиновая бешура. Конечно, дешевая-дешевая. Дешманская-дешманская. Но, по крайней мере, когда ты его вставляешь в ухо, он у тебя из уха не, так сказать, не выпадает. Так. Разблокируем. О, яркость. Это, конечно, хорошо. А если я хочу, если я хочу, если я хочу соединиться, идем в настройки, выбираем Bluetooth, Bluetooth, и выбираем вот эти вот наушники. Escape. Поехали. Escape. Подключение. Подключились. Вот мне тут дает, что оно подключено. И вот здесь можно уже менять громкость. Видите? Больше, меньше. Меньше громкости. Вот видите там. Меньше громкости становится. Больше громкости. То есть, когда наушники вы надели, уже можно менять громкость, когда вы подключили по Bluetooth. Также здесь можно будет изменить эквалайзер. Смотрим, где у нас эквалайзер. Фонарь. Что такое фонарь? Вот включили. А, все, я понял. В случае, еще он будет светиться вот разными цветами. Стиль меню. Где? Где это эквалайзер? Вот эквалайзер. И вот здесь вот уже, видите, можно выбрать джаз. И оно у вас остается. Ты ничего не выбираешь. Так. Ну, поехали в музыку. Запускаем музыку. А давайте следующую мелодию. Да, переключение идет. Вот, видите? Непонятный текст. И вот оно переключает назад. То есть, здесь такой проблемы нет. Но, скорее всего, это связано с тем, что у нас остались те же самые настройки плеера. Так, я достану. В принципе, то, что вот оно у тебя уже нормально сидит в ушах, это прям плюс. То, что оно вот имеет большой экран, это плюс. Но есть и минусы. Давайте посмотрим режим, режим, режим этого, как он называется, шумоподавления. Вот оно, ANC. Сейчас он выключен. А сейчас я его включу. И знаете, что произойдет? Знаете, что произойдет? Произойдет ничего. Ни хрена. Я ездил в этих наушниках в поезде. А по идее, в поезде он как раз и должен отсекать шумы, которые там создают поездом. И он ни хрена не отсекает. То есть, разницы никакой. ANC здесь нету. Здесь ANC написали, но ANC не завезли. Не знаю, может есть какое-то приложение, которое работает с этими наушниками, но, кстати, может почитать инструкцию, может там есть кого-то? Ей написано, типа, загрузите приложение и того подобное. Ни хрена не написано. Вот я хочу Hello. Как это сделать, блин? Мне не нравится эта штука. Я хочу, я хочу Hello. Вот. Вот это вот второй, второй, второй конфигурация. Так, так, так. Выбираем язык, который я понимаю. Что я понимаю? Я понимаю французский. Я понимаю французский, я понимаю немецкий. Три секунды. Открыли, нажимаем, затем выбираем левую клавишу рисунок и выбираем какой у нас будет режим. Давайте. Зажали. Раз, два, три. Раз, два, три. О, есть выбор режима. Прикольно. Дерево, салют, херня какая-то и еще какая-то херня. Выбираем эту херню. Чтобы там хорошо были часы видны. Салютом часы видны и плохо. Да, вот это оно. О, часы видны хорошо. Такой вот российский флаг получился. Типа голубой, менее голубой, более синий и красный. то есть вот прям вот такие вот. Но зато часики видны. А если еще нажать? О, здесь как оно выглядит. Ну, если вот это? Здесь вот видите, это на цифру заезжает. Либо цифра было меньше делать, либо делать, либо эту картинку ниже. Так. Ну, прям скажем. О, салют. Ну, нормально. Выберем салют. Ну, нормально. Здесь видно. Окей. Давайте посмотрим, какие здесь есть функции, которых нету вот здесь. Так, разблокировали. Так, разблокировали. Камера, камера, управление камерой есть. Так, поставить лайк. Здесь функции поставить лайк нету, да нахер никому не нужна. Здесь настройки времени. Вот здесь есть секундармер, но время здесь тоже есть. А время ставится по этому, по, по этому, по телефону. Найти наушники здесь есть, экран блокировки есть, выбор языка есть, яркость тут тоже есть. Сравнить бесполезно. Здесь все, в принципе, то же самое. Можно выключить. Что здесь лишнего? Что здесь еще? Есть какое-то пространство, то есть, есть здесь какое-то пространственное звучание. Вы можете выбрать, чтобы оно звучало в пространстве. То есть, ну, типа, вам дает. На самом деле, оно просто делает звук тише. Ничего какого там. Это какой-то такой грим-эффект, от которого звук просто становится тише. Я им попроизвался, мне не понравилось. Яркость экрана, таймер, эквалайзер, найти наушники, музыка, настройки, голосовой ассистент. Зажав эту кнопку, вы просто выбираете голосового ассистента. Есть секундомер, опять-таки, есть управление камерой, есть фонарик, и вот есть какие-то звуковые сигналы. Что такое звуковые сигналы? Непонятно. Ладно. Наверное, это та функция, когда звуковые сигналы просто перебрасывают на выбор вот этого вот. Не знаю, в общем, как-то так сделано все. И все, собственно говоря, тут больше ничего нет. Вот так вот крутится, и ты можешь это все читать и выбирать то, что тебе надо. В принципе, вот такое построение в меню, оно более правильно. Я считаю, что это более приятное меню за счет более большого экрана. Сидит в ушах лучше. Почему ты заиграла? А, потому что я по нему тапнул. Теперь надо это остановить. Музыка, стоп. Все. Итак, тоже работает функция, когда ты по нему нажимаешь, можно так его запустить. Эргономика лучше, экран лучше, кейс больше, времени дает больше. Тут, правда, можно сказать, что веса тоже больше. Хотя нет, вес привезен одинаковый. Несмотря на то, что этот меньше, здесь, а этот шире. Но, как бы, вес привезен одинаковый. Вот, по-моему, вот эта кнопка, которая здесь снизу, она расположена как-то более удачно. Видите, кнопка блокировки. Потому что здесь кнопка блокировки расположена как-то сбоку, с угла, и это не очень удобно. Но зато и встроенный динамик тут. Что нам говорит про название, про то, кто это делал? Broadway. Опять-таки, Design POMGR USA. А здесь что дизайн? Simplitech Electronic Incorporated. В общем, все провозрегистрированы. По сути дела, один и тот же товарищ в одном здании сидит, просто под разными, под разными выпускает марками. Это у нас, это Porn, а это у нас Zero Static. Вот. Что лучше? Конечно, вот это лучше. Но оно и стоит, видите, оно стоит на 10 евро дорож, то есть на 30%. И за эти 30% вам пообещали ANC, но их не положили. Какой-то режим этого, вот как, о, и еще, как видите, не очень такой, кейс такой, хуже стал. Вам пообещали режим пространства, который только ухудшает все это. Поэтому, что я могу сказать? Звучание, звучание, как было голимым говном, так оно и осталось. Управление камерой. Управление камерой есть. То есть, то же самое, что мы имели здесь. Вот у нас, запускаем камеру, там давайте, оп, ставим руку и делаем снимок. Делаем снимок. Непрерывная съемка не поддерживается при слабом освещении. Окей. Делает снимок. Окей. Сделал снимок. Хорошо. А это мы включили видеозапись. Давайте посмотрим. Вот это видеозапись. А вот это снимок, который мы сделали с помощью вот этой вот штуки. Листать фотки, к сожалению, нельзя. Да, тут режим меню вот такого. Итого, что мы имеем. Устройство очень похоже, очень похоже по функционалу, но вот это, понятное дело, лучше. Почему? Лучше лежит в ухе, понятнее меню, больше экран, ну и, как говорится, обещает, обещает, обещает больше время автономной работы. Я этого не заметил. Вот если мы посмотрим, здесь уже видите экран, то, что мы вот это вот туда сюда подрыгали, уже 10% вот этого кейса до свидания. То есть, когда он у вас где-то в кармане лежит, из-за того, что экран большой, время работы очень сильно катастрофически падает. Поэтому, я не знаю, как оно тут 40 или там 30 часов проработает. Это, как говорится, проблематично. Вот это будет работать дольше. Я сегодня с ним походил, хотя один из наушников у меня почему-то разрядился, вот видите, стоит 50% вот здесь вот. Не знаю. Как-то так, как-то так мне удалось это сделать. Вот, собственно, и все. Вот такой вот неправильный обзор вот на такие вот два девайса. Вчера я попробовал вот это. Мне фичи понравились, но были недостатки. Сегодня я купил девайс, который вроде как эти недостатки исправляет, но имеет свои недостатки. Стоит дороже, наебали с ANC, наебали с этим, с пространством, и звучание не исправили. то есть вот эта проблема с звучанием, которая была здесь, она здесь и осталась. Что 10 этот метод, 10-миллиметровый драйбер, что вот, я не знаю, что здесь установлен за динамик, там нигде не написано, но есть у нас где-то здесь информация в таблице, как оно у нас было там. Нет у нас информации в таблице. Ну, да заткнитесь вы. Вот опять заиграла. Брешь в руки, и она начинает почему-то играть. Заткнись, перестань играть. Музыка, стоп, все. Музыка остановилась. Да. Вот такое вот оно. И это нет. Нет заставки Hello. Вот заставки Hello, которое мне так нравится, ее тоже, тоже не завезли. Почему? Не знаю. Вот такие вот у нас, ребята, выводы. Сейчас заблокируем, чтобы оно лишний раз не тратило электричество. Стоит ли это покупать? Ну, если у вас уже есть наушники с экраном, то вторые вам покупать, естественно, не надо, потому что особо вы ничего не получите. Но если вы, как я, вам просто нехер делать, ну и и у вас уже есть 100-500 наушников, то почему бы себе еще две лишние пары не прикупить, тем более стоят они не таки дорого. Пока!